Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Мост Дружбы. В Рязани появился Бресюирский мост, открывать который приехал мэр французского города. Очередные проблемы в сфере ЖКХ. Когда российские граждане будут жить комфортно? О том, кто виноват. В Рязани преображаются дворы благодаря федеральной программе комфортной городской среды. И на улицы выходят монстры. Хэллоуин продолжается. В Рязани французский город Бресюир отмечают юбилей партнерских отношений. В этом году исполняется 20 лет, как они стали городами-побратимами. Отметить сотрудничество в наш город приехала французская делегация во главе с мэром города. В Рязани появился мост, названный в честь французского города – Бресюирский. Такое официальное название получил мост на улице Горького еще летом, а сегодня прошла официальная церемония открытия. Ее посетил мэр Бресюира Жан-Мишель Бернье. Мы очень горды и рады быть сегодня здесь на открытии моста дружбы между Рязанью и Бресюиром. Это результат наших усилий, нашей совместной деятельности в течение этих 20 лет. Визит французской делегации в Рязани не случайный. Ровно 20 лет назад, в 1997 году, было подписано соглашение между Рязанью и Бресюиром о сотрудничестве. Сегодня города готовы развивать отношения в сфере туризма, транспорта, а также в сельском хозяйстве. В области экономики тоже, но особенно в области сельского хозяйства, потому что наш район, это все-таки Бресюира, наш сельскохозяйственный район. Поэтому нам есть куда развиваться и думаю, что те трудности, которые у нас может быть сейчас и есть, они будут преодолены. Во французском городе Рязань отмечена в спорте и культуре. Театр драмы имеет там подшефную театральную студию, а рязанские дзюдоисты несколько раз в год проводят в Бресюире тренировки. Это называется народная дипломатия. Как бы политическая ситуация нас не поправляла в этой ситуации, но народная дипломатия была всегда. Она и есть, наверное, основа будущих политических хороших отношений со всеми государствами. Гости из Франции отметили, что в Бресюире также назовут одно из мест в честь Рязани. После официального торжества мэров городов-побратимов закружили в хороводе артисты в русских народных костюмах. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, селекомпания «Город». Свой пост покинула Татьяна Пыжонкова, которая занимала пост главы регионального министерства спорта. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Теперь министром спорта стал Сергей Икрянников. Во вторник, 31 октября, Николай Любимов представил нового руководителя исполнительного органа и вручил ему удостоверение. Соответствующее распоряжение о назначении Икрянникова губернатор подписал в понедельник, 30 октября. Ранее Икрянников возглавлял управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово. Напомним, Татьяна Пыжонкова была главой регионального Минспорта с 2012 года. С проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства хоть раз, но сталкивался каждый. Однако на жителей одного из домов по улице Зубковой обрушился целый шквал трудностей. Огромные задолженности по горячей воде и отоплению, протекающая крыша. И вот он, извечный вопрос, кто виноват и что делать. Попробуем разобраться. Дом номер 29, корпус 1 по улице Зубковой построен был сравнительно недавно. Однако у симпатичной кирпичной многоэтажки уже начались существенные проблемы с крышей. Постоянные протечки заставили жителей обратиться в жилищную инспекцию. Заключение, которое было выдано после обследования крыши, не порадовало. То, что происходит по кровле, угрожает жизни, жизни и здоровью. На данный момент в фонд капитального ремонта жильцами этого дома выплачено порядка полутора миллионов рублей. Этих денег, если бы их удалось получить, на ремонт крыши хватило бы наверняка. Однако, как выяснилось предыдущим председателем ТСЖ, не был создан спецсчет, который позволил бы получить данные деньги по первому требованию. Процедура передачи документации, которая своевременно не была передана предыдущим председателям. Я так это понял. То есть, существует определенная норма. Вот, проведено общее собрание, вы должны документы, подтверждая, что вы решение приняли о формировании фонда на специального счета у себя ТСЖ, или передавать региональному оператору ваши деньги. То есть, или это ваша общая кубышка, из которой можете брать на ремонт крыши, труб, или отдаете региональному оператору. Но если региональному оператору отдаете, то включается программа проведения капремонта, которая, возможно, даст вам возможность, вам не даст возможность, допустим, дожить до этого периода, потому что это будет в 2040 году. Действительно, таков закон. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области жителям предложили лишь один вариант решения данной проблемы. Нам отвечают, что вы можете собрать собственные деньги, а нужно сейчас полтора миллиона, а потом, постфакту, то, что вы потратите каждый из жильцов, вы не будете платить фонд капремонта. То есть, получается, полтора миллиона собрать со всех жильцов, можете себе представить, получается, в среднем, если на каждую квартиру, до 10 тысяч нужно собрать. Сейчас ремонт крыши начат на средства жильцов. Удастся ли добиться каких-то выплат из фонда капитального ремонта, пока не ясно. Однако крыши – далеко не единственная головная боль жильцов данного дома. Еще больше их заботит ситуация, которая сложилась с оплатой горячей воды и отопления. Дело в том, что до 1 июля 2016 года был норматив у всех домов одинаковый. А сейчас те дома, которые до 1999 года, им норматив увеличили. А вот те дома, которые после 1999 года, норматив уменьшили. И на наш дом норматив 185 гекалорий на 1 квадратный метр. И, естественно, мы производили оплату, ну, как и раньше, по нормативу. После отопительного сезона мы всегда видели, какая сумма у нас излишне оплаченная. Потому что по счетам нам теплосеть выставляла по общедомовым счетчикам, которым мы ежемесячно предоставляли им данные. А сейчас получилось так, что у нас по нормативу мы производили оплату, а теплосеть нам выставляла по общедомовым. И получилось, что по нормативу оказалась сумма меньше, чем по общедомовым счетчикам. С горячей водой та же ситуация. В квартирах стоят индивидуальные счетчики, по которым и платят жильцы за кубы. А считаем, выставляют за гигакалории по счетчику общедомовому. И суммы существенно разнятся. Я ходила в теплосеть, я разговаривала с Базарь Владимиром Михайловичем. Ну, он просто сказал, что такое есть постановление, что оплата должна быть по гигакалориям. Я говорила, что это нереально платить практически за себя и за того парня получается. Если в домах, где отсутствуют общедомовые счетчики, у них все хорошо, они платят по кубам, почему мы должны за кого-то производить оплату? Ольга Макроусова была избрана председателем ТСЖ «Уютный дом» лишь месяц назад. Сейчас в глазах жильцов именно она повинна в том, что происходит. Ведь дабы избавиться от долга, Ольга распределила его между жильцами, чем вызвало возмущение соседей. Нас никто не предупредил. Вот работники ТСЖ, значит, руководители. Нас не предупредили заранее, что мы должны не поправили. Если мы платили неправильно, нас никто не поправил. И вот теперь спонтанно нам выставляют, вы посмотрите, какие тарифы. Я вот должна, помимо суммы за квартплату ежемесячную, мне еще начисляют почти 6 тысяч. Итого выходит у меня 9 тысяч. Я могу заплатить. Однако Ольга Макроусова как может пытается разобраться в сложившейся ситуации. Для этого она обратилась в городскую ассоциацию защиты прав потребителей. Что-то можно сделать, потому что я не буду говорить о каком-то сговоре региональной энергетической комиссии с монополистами, которые являются поставщиками энергоресурсов. Но тем не менее, хотелось бы все-таки объективности в исследовании тех тарифов, которые формируются и утверждаются. Проблема долгов у этого дома возникла не сегодня и не вчера. Она тянется за жильцами уже на протяжении 8 лет. И понять причину этого весьма непросто. Есть несколько вариантов. Сумма показаний приборов, всех приборов учета по дому должна быть, в общем-то, идентична, как при общедомовом приборе. Но там есть еще и коммуникации, которые проходят до квартиры. Вот надо смотреть на их состояние. Если же эти коммуникации не нормативные состояния, не належащие, они не готовы, протечки есть там, потери тепла, тогда, да, образовывается долг, который надо всем выплачивать. Но это решение общего собрания должно быть. Каким образом они будут эту проблему решать? Поскольку у них есть устав, и устав должно быть все это прописано. Чтобы понять, каков же механизм образования долга, мы отправили запрос в соответствующие инстанции. И сейчас ждем ответа. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Вообще сфера ЖКХ зачастую напоминает сумеречную зону. Так, на сегодняшний день объем задолженности, накопленный управляющими компаниями в нашей стране, составляет порядка 250 миллиардов рублей. Чаще всего это средства собраны управляющими компаниями, с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям. Вот как раз для того, чтобы исключить подобное, Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям. Если мы будем напрямую платить, платежи могут снизиться на 20-30%. Поэтому я предлагаю инициировать проведение общих собраний, когда будут приняты соответствующие нормативные документы, для того, чтобы вы имели возможность напрямую платить ресурсоснабжающим организациям. Это, во-первых, исключит возможность воровства. А примеров и порезания достаточно было много, когда управляющие компании присваивали деньги потребителей коммунальных услуг. В одном из случаев был пример. 22,5 миллиона рублей было присвоено управляющей компанией, обслуживающей дома в Октябрьевском районе города Рязани. Об этом многие читали в интернете. Чтобы этого не было, мы, как потребители, должны быть более грамотными и платить напрямую ресурсоснабжающим организациям. Согласно законопроекту, планируется ввести типовую форму единого платежного документа, то есть для потребителя данное нововведение никаких неудобств не создает. Документ разработан Минстроем России и согласован с заинтересованными ведомствами. И в министерстве рассчитывают, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию. Ходить пешком по центру города становится опасно. Очередное обрушение крыши дома на улице Соборной. Часть кровли упала на пешеходную зону. Если зимой с крыши здесь будет обваливаться снег, то сейчас сыпется камень. Аварийная лента у дома 64 не редкость. Она сообщает, что подходить близко к зданию может быть опасно для жизни. Рязанцам стоит быть аккуратнее. Вероятность падения кирпича на голову в этом районе возрастает в разы. Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата – день Октябрьской революции 1917 года. Этот праздник, учрежденный в 2005 году, на самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название «День Великой Октябрьской социалистической революции». 30 октября этого года его отметили представители партии КПРФ. Рязанский драмтеатр вмещает 700 человек. И в этот важный день он был забит до отказа. Представители комсомольских организаций, ветераны Великой Отечественной войны и еще много других важных гостей. Сегодня у нас мероприятие в честь состолетия Великой Октябрьской социалистической революции. В этом драмтеатре мы пригласили наших партийцев, людей, которые близка партия, комсомольцев, ветеранские организации. На мероприятии вручили партийные и комсомольские билеты. Отличившиеся получили награды и медали. Андрей Шатохин стал партийцем только в 2017 году. До этого он полгода был комсомольцем. В партию он вступил, следуя примеру своих родителей. Гордость за свой народ, гордость за предки своих. То есть за людей, которые сотворили это государство. На мероприятии присутствовали не только молодые коммунисты, но и партийцы со стажем. Для них это большой праздник, с которым они поздравили рязанцев. Дорогие рязанцы, от имени Рязанского обкома КПРФ поздравляю вас с этой знаменательной датой. С столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие показало миру, каким должно быть общество. Поэтому мы считаем, что эти идеалы, эта программа, она не только достойна внимания. Мы считаем, что мы обязаны притворить ее снова в жизнь. Торжественное мероприятие началось с доклада Владимира Федоткина. Он рассказал о том, как важно помнить о своих корнях и в каком направлении следует развивать страну. Зал отреагировал на выступления бурными овациями. Самый главный вывод, который мы, наверное, должны сделать, это то, что в стране, где люди счастливы, где есть работа, где есть достойная зарплата, пенсии, стипендии, где есть уверенность в завтрашнем дне, там революции не бывают. И никакие заговоры не помогут. А вот там, где всего этого нет, там, где забывают о нуждах народа, там и появляется это возмущение народа, и появляется революция. Это главный вывод, наверное, который должны сделать сегодняшние власти. Сегодня Коммунистическая партия выступает за мирный путь возрождения России. У них есть программа «10 шагов к достойной жизни», где прописаны основные пути развития России. Эту программу поддержали все крупнейшие научные центры страны. 6 ноября в 12 часов дня рязанские коммунисты будут проводить демонстрацию с шествием от Площади Победы. Приглашаются все желающие. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 31 октября в 1963 году коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. Эта дата стала основной для учреждения профессионального праздника – Дня работников СИЗО и тюрем. Сегодня эти люди отмечают свой профессиональный праздник в 54-й раз. Следственный изолятор номер один УФСИН России по Рязанской области, именуемый в народе тюремным замком, уже без малого два века используется по своему прямому назначению. Среди именитых узников Рязанского губернского тюремного замка историк Степан Яхонтов, священно-мученики Николай Анатольевич Правдолюбов и протоиерей Александр Александрович Андреев, он же Александр Рязанский, а также Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь поэтессы Марины Цветаевой. Здание СИЗО-1 пережило правление пяти российских императоров и революцию. Построенное в 1824 году, оно до настоящего времени не претерпело никаких серьезных изменений, так как является объектом историко-культурного наследия регионального значения. В нашем учреждении уже практически 200 лет, то есть еще при архитекторе Биндемане был заложен фундамент нашего следственного изолятора в 1824 году, то есть еще при правлении Екатерины Второй. Изначально это уже был тюремный замок и в настоящее время он признан как архитектурным наследием. Сегодня в следственном изоляторе успешно развиваются все направления деятельности, в частности медицинская служба. Каждого поступающего в СИЗО осматривает фтизиатор, каждый проходит флюорографию. Недавно здесь оборудовали современный стоматологический кабинет. Кроме того, у определенных категорий людей здесь забирают особенный анализ ДНК. К восьми прогулочным дворикам недавно добавились еще три. Вот этот, например, специально адаптирован для несовершеннолетних. Для подследственных, не достигших 18 лет, кроме того, проводятся специальные занятия. Занятия у нас проводят с ними ежедневно. Это проводят воспитатели, психологи, сотрудники других отделов и служб учреждения, а также комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани, семья. В камерах СИЗО есть холодильник, телевизор, душевые кабины с горячей водой. Налажена система вентиляции. В каждой камере видеонаблюдение. Несмотря на возраст, почти два века и охранный статус памятника архитектуры, здесь постоянно проводят ремонты кабинетов и камер. К сегодняшнему моменту в СИЗО-1 содержится более 300 последственных и осужденных. Среди них несовершеннолетние и женщины. Бывают случаи, что женщины содержатся с детьми. Для таких ситуаций созданы особые условия. Скажем, в прогулочных двориках организована песочница. В честь праздника сегодня в СИЗО-1 пройдет торжественный концерт и встреча с ветеранами службы. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Праздник Хэллоуин отмечают во многих странах мира, в том числе и в России. Считается, что 31 октября стирается грань между мирами и на поверхность Земли выходят различные потусторонние сущности. Так это или нет, неизвестно, но ясно одно. В этот день каждый человек может проявить себя довольно неординарно. Многие считают, что наряжая странные костюмы, можно проявить свое альтер-эго. Хэллоуин никогда не был русским праздником. Празднуется он преимущественно в англоязычных странах, где дети, да и взрослые переодеваются в костюмы любимых персонажей и бродят так всю ночь. В России праздник только начинает обретать свою популярность. День всех святых – праздник для России очень необычный. К нам в страну он пришел в далекие 90-е и до сих пор не успел обрасти своими традициями, которые существуют в Европе или Америке. Тем не менее, ассоциация с праздником у горожан уже сформировалась. Яркий костюм и бросающийся в глаза грим. На улице такого человека встретишь нечасто. Александр празднует Хэллоуин уже пять лет. Сегодня он в костюме мексиканского бродячего музыканта Мариачи. Свои намерения объясняет очень просто. Для меня Хэллоуин – это веселый праздник, возможность распрепоститься, попробовать что-то новое, примерить на себя иную личину. По сути своей, это как кино в реальной жизни. Окружающие реагируют на меня в основе своей положительно. Они смеются, улыбаются, фотографируются. И это хорошо, ведь веселье – это прекрасное чувство. Стоит отметить, что русская церковь в праздновании Хэллоуина не одобряет. У православных есть свой День всех святых. Он приходится на первое воскресенье после праздника Святой Троицы в июне. В России Хэллоуин отмечают в ночных клубах. Массовых шествий в эту ночь не предвидится. Как и не стоит ждать вырезанных из тыкв лиц. А уж присоединяться к празднику или нет, каждый решает для себя сам. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Редактор субтитров А.Семкин